А можно его разобрать по направленности, выразительности, законченности? А то по контрасту неонсоподобие понятно? Хорошо, давайте. Итак, значит, ну, если мы разобрались с фокусом или с непосредственно нашим композиционным центром, то я думаю, что понятно, что там же будет и направленность. Согласны? Или какие-то другие версии? Очень красиво, цвета мои. То есть направленность есть. Давайте тогда по-другому спрошу. Также по трем пунктам. Направленность, выразительность, завершенность. Есть ли эти все принципы в образе? Если чего-то нет или какие-то комментарии, пишите, потому что будет понятно, куда копать. Направленность ясна. Прямо три плюсика или плюсик, минус плюсик. Направленность, выразительность, завершенность. Есть ли эти принципы здесь? Если чего-то не хватает, будем обсуждать. Все есть. Если непонятно, какой-то принцип, как здесь выражается, тоже напишите, я объясню. Выразительность весьма, завершенность тоже ок. Есть ли в самом деле уменьшить аксессуары? Так, хорошо. Юлия, три плюса. Дин, напиши, видишь ли ты присутствие трех этих принципов здесь? Если что-то не видишь, какой именно не видишь, мы его обсудим. Как конкретно они выражаются? Значит, направленность у нас требует того, чтобы мы куда-то, как сказать, чтобы наш взгляд что-то цеплял. Здесь мы с вами видим отчетливо, что есть цепляющий элемент, есть самый цепляющий элемент, есть то, что ему в поддержку. И в любом случае наше внимание направлено, ну, в данном случае фокусом становится, конечно, сумка, потому что она в себе увязывает все. Колечко, может колечко камень потемнее сделать. Ну, понятно, то есть всегда можно, так сказать, там докрутить. Дальше. Выразительность. Выразительность – это способность образа донести до нас идею. Какую идею вы здесь читаете? То есть внимание не блуждает, совершенно верно, а внимание, как сказать, направляется. Татьяна, нет, камень не надо затемнять, будет много темного. Так, хорошо, дискуссия пошла. Итак, выразительность. Напишите мне, какое послание здесь читается. Лёгкости, беззаботности, отдыха. Отрываемся на солнце, отдых, море. Совершенно верно. Так и задумывалось. То есть так и, как сказать, шло. Так и читается. Здорово. И последний принцип. То есть читается, читается. И последний принцип. Завершенности. Есть ли ощущение целостности образа и увязанности элементов между собой? Если есть, ставим плюсик. То есть всё просто. Принципы – это всего лишь те самые вопросы, которые нужно себе задать. И с помощью, как бы, те прицелы, с помощью которых можно посмотреть на этот образ. Угу, плюсики есть. Да, то есть действительно все элементы увязаны. Я отдельно над этим работала. В общем, такой лягушка-путешественница. Будет там такая лягушка-царевна сидит, а будет тут лягушка-путешественница в результате образ. Вот. Понятно. Хорошо. Отлично. Едем дальше. Следующий образ. Давайте так. Композиционный центр. Я даже думала его в офис стаскать, когда у нас парилка. Если дресс-код не, так сказать, противится, то, конечно, можно. Платье. Так, платье. Платье. Угу. Однозначно. В сомнении нет. То есть платье очень выразительное и активное, поэтому группа аксессуаров достаточно здесь спокойная. Смешная сумочка. Скажите, чем увязаны аксессуары и одежда между собой? Группа одежды здесь представлена одним платьем. Чем увязаны платье и аксессуары между собой? С сумкой. С сумкой. Да, мы видим, что здесь отделка сумки. Она соединяет по цвету с платьем. И, кстати, все верно. Марина подсказывает. Принт на платье тоже имеет оттенок схожий с аксессуарами. Да, да, да. То есть у нас это есть. И у нас есть баланс. Как раз аксессуары вносят баланс в этот образ, потому что платье очень выразительное. Аксессуары немножко его успокаивают. Как-то так вот балансируют. Есть? Есть. Отлично. Едем дальше. Будем разные вопросы к сетам задавать, чтобы мы не тормозились. В принципе, вот этот сет построен на таком же алгоритме. Тут еще более активное платье. И в нем буквально существует оттенок бежевого. Мы можем его увидеть. Такой бело-бежевый. Который я вытащила здесь. Потому что любой другой, если можете себе так мысленно представить, если бы вы вытащили любой другой оттенок, розовый, зеленый, очень утяжелило и так достаточно яркое такое экспрессивное платье. Согласны со мной? Или есть другие версии? Может быть, есть какие-то другие предложения? Так. Дина согласна. Мне было бы очень... А, можно было бы очень приглушенный зеленый из платья взять. Можно попробовать. Да. То есть какой-то такой прям очень-очень деликатный. Близкий к нейтральке. Да. Вот здесь желательно, когда подобный, как сказать, крик души в одежде, принт такой бешеный, экстремальный. Конечно, желательно что-то близкое к нейтральке предлагать в качестве аксессуарной группы. Угу. Согласна. Может, можно было бы, но это был бы вечерний вариант. Только вечерний. Угу. Интересно. Согласна. В этом что-то есть. Итак, едем дальше. Смотрим сюда. Вопрос. Ощущается ли единство, то есть такая целостность всей композиции, всего костюмного ансамбля? Слайд. Теперь разбирается 17-й слайд. Да, 17-й. Все верно. Спасибо. 17-й слайд. Мы разобрали 16-й только что. И теперь разбираем 17-й. Итак, ощущается ли целостность костюмного ансамбля? Единство. Помните тот завершающий закон, который мы изучали? Так, целостность чувствуется. Есть. Угу. Так, есть. Хорошо. Давайте посмотрим следующий момент. Значит, что здесь представляет из себя группа одежда? Вроде все нормально, но что-то не дает покоя. Может быть, обувь? Сейчас узнаем. Итак, платье представляет собой какую-то активную, выразительную часть костюмного ансамбля или такую спокойную, статичную? Вот если бы мы начинали строить этот костюмный ансамбль с платья. Так, активная, выразительная. В чем выражается здесь активность? Статичность и то и другое. Смотрите, что здесь интересно. Да, здесь цвет достаточно сильный, но само платье, оно практически такое монохромное. То есть, переход цвета от более яркого к более темному. И контраста само платье не содержит, оно содержит градацию цвета. Переход. Плавный переход от более такого насыщенного к более темному. Когда мы на него смотрим, как мы можем дальше его развивать? Мы могли бы просто повторить, допустим, оттенок один из участвующих. Это сделало бы еще более, так сказать, еще утяжелило бы образ. То есть, оно и так уже тяжелое, так уже такое, вот какое-то томное. Еще бы утяжелило. То есть, допустим, если мы бы сумку подобрали, мы видим сумку такую достаточно густую. И такую же обувь. Вот если бы у нас, представьте себе, все аксессуары были оттенка сумки. Сделало ли это бы образ интересным? Нет. Совершенно с вами соглашусь. То есть, здесь бы образ вообще бы замер. Он бы стал крайне статичным, тяжелым, печальным таким. Вот. Что мы делаем? Мне хочется шарф убрать. Там полосатость слишком сильно выражена. И светлый оттенок самый дальний. Значит, смотрите. Сейчас посмотрим, можно ли его убрать. Попробуйте мысленно убрать. Что будет происходить? Закройте шарф рукой. Что происходит? Туфельки бы из шарфа. Само светло. Шарф. Так вот, закройте шарф рукой. Что происходит с образом? Пальчиком закройте и посмотрите. Совершенно верно. Шарф здесь никак не случайный. И вот те принципы, которые я давала в конце первого занятия, которые говорят о том, что нельзя ни убавить, ни прибавить, они здесь тоже работают. Значит, рассуждения были следующими. Если у нас есть такое платье, то мы можем к одежде такой достаточно, хоть и яркой, но статичной, подобрать группу аксессуаров, идущую в контрасте. И здесь у нас может появиться либо обувь сначала, идущая, объединенная с платьем небольшим нюансом, вот оттенок ремешка, там вот эта рептилия, которая созвучна рисунку на платье. Но отдельно такие туфли, даже если есть сумка, они все равно будут, вот туфли без шарфа будут не привязаны к образу. Они будут из него напросто выпадать. Сумка, да, она является, в общем-то, повторением и продолжением платья, а туфли будут казаться неприкрепленными. Сумку прикрыла тоже хорошо. Ну да, то есть сумка не является здесь ключевым моментом, она является просто продолжением фактически платья. Поэтому для поддержки, для объединения, для усиления, скажем так, вот для оправдания присутствия такой контрастной обуви, нужна еще дополнительная поддержка. Уберете сумку, ничего не случится. Уберете шарф, сразу увидите, что сумка и обувь стали друг другу совершенно чужими. И платье с сумкой отдельно, обувь отдельно. Шарф с платьем для нас сейчас, как сказать, непринципиально согласовать. Шарф согласован с обувью. И таким образом у нас группа аксессуаров выступает в контрасте к платью. Большая часть аксессуаров выступает в контрасте к платью. Да, ее закрываешь, сумку, и взаимосвязь, да, я понимаю, о чем. То есть просто, как сказать, посередине находится сумка, и не видно очевидной связи между обувью и шарфом. Закрываешь сумку, понимаешь, что шарф и обувь друг друга поддерживают. Ну что, понятно логика создания подобного образа. Очки тоже, очки тоже между собой, тоже дают взаимосвязь. Кстати, в очках, в оттенках стекол видно плавный переход от более темных оттенков в более светлым. Поставьте плюсик, если понятна вот та логика, которой следовал автор. Кстати, мне вот, я помню, что этот сет у меня, я делала такой небольшой конкурс между своими сетами. То есть прям просто объявляла, выберите лучший. И делала вот такую небольшую подборку из 5-10, и вот этот сет был лучшим, из вот какого-то количества. Вот такой механизм.